добро пожаловать на 13 урок школы roblox 2020 и сегодня я расскажу точнее продолжу наш рассказ про команды дело в том что мы закончили прошлый урок на том что мы можем автоматически игрока помещать в ту или иную команду но мы не использовали скрипты мы использовали вот эти вот on locations так ну давайте для того чтобы начать у нас все таки урок будет вытекать один из другого и потихоньку мы сделаем с вами игру чтобы сделать игру многопользовательскую к тому же давайте сделаем врагов заходим в explorer в нашем команды teams если что загрузите прошлый урок или возможно у вас есть добавили команду переименовываем ее в зомби я набираю большими буквами наверное также и вам нужно сделать так свойства давайте сюда перенесу так свойства зомби команды зомби выбираем цвет давайте какой-то зеленый у нас уже был давайте пусть зомби будут земляной какой-то зеленый earth green так что еще галочку нужно убрать автоматически включать в эту команду иначе если галка в команде это останется ведь во всех галка во всех командах этой галки нет то тогда мы будем как зомби начинать так ну и давайте сделаем продублируем вот этот пад и сделаем из него зомбятник для этого нам нужно посмотреть свойства так где-то у нас там team есть да teams автоматически включать в группу давайте тоже выберем цвет и теперь цвет это мой цвет команды выбрали команда определяется по цвету team color имя команды и выбирать не нужна из списка так ну и давайте сделаем все остальное то же самое окей давайте его сделаем зажал alt точнее нет у меня почему-то не получается или да с шифтом шифтом уменьшили пусть у нас будет поменьше и чтобы он был такой более ядовитый давайте во первых переименовываем и добавим с помощью плюса какие-нибудь партиклы и такие частички которые вверх поднимаются вот они уже начали подниматься но мы эти частички раскрасим в какой-нибудь зеленый можете посмотреть у меня в каких-то уроках есть про это свойства думаю сейчас попробуем сделать вот так и попробуем сделать ну чтобы было поменьше десяточка и чтоб жили они каждый 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 в этот частичка не от пяти до десяти секунд например от 0 . одной секунды одной секунды все они сейчас да они сейчас где-то будут только так ложится ладно это неважно в этом уроке но в том числе почему бы и нет давайте вспомним еще чего не хватало в прошлом уроке когда мы присоединялись какой-то команде мы оставались точно такого же цвета игрок оставался такого же цвета задание задача нашей нашего урока 13 это сделать менеджер команд так идем в папку в explorer в своем сервер скрипт сервис и я создал скрипт с помощью плюса и перенимал его teams manager скрипт я уже что-то здесь написал давайте итак получаем ссылку на игроков получаем ссылку на команды обязательно нужно на службу команды получить ссылку чтобы мы могли пользоваться именами команд которые мы придумали вот они у нас чтобы их в скрипте можно было использовать дальше я хочу написать две функции которые будут перекрашивать ну игра у нас будет про хороших людей и про плохих плохой это у нас например зомби хороший это охотник охотник на зомби я делаю две функции одну назвал join any hunters team присоединяешься в любую из команд ну наших красных желтых черных и зеленых и функция join zombie team когда ты становишься зомби естественно вот эти вот штуки автоматически спаун панели с присвоением нам команд мы уберем когда мы игру допишем а иначе не честно мы можем сейчас стать кем угодно но для отлаживания нашей игры для проверки это самое ладно создали функцию создали функцию я объясню как они работают ну давайте посмотрим а как же сделать так чтобы эта функция вызывалась когда ты подключаешься когда точнее вот когда срабатывает перевод вас в команду желтых команду зеленых ведь здесь никаких скриптов нет вот как сделать так что даже когда вас автоматически в команду заносят какой-то скрипт срабатывать для этого мы этот скрипт используем мы воспользуемся сервис teams команды и в этом сервисе teams есть есть во первых команды ведь как я пишу teams потом название через точку нашей команды а уже в каждой команды внутри есть события player edit значит когда игрок был добавлен в команду player edit player edit я перечисляю это все для пяти наших команд да только вот здесь смотрите как я написал teams black steam съела тем средств а здесь я написал двоеточие wait for for child и написал жди пока загрузится команда greens возможно когда вы запускаете игру на сервере где-то у вас уже загрузилась эта папка с скриптом он начал работать а команды еще не успели загрузиться поэтому я вот таким способом раньше я мог написать просто . greens . и вот дальше все как делаю обычно но здесь я жду пока загружена хотя бы команда зеленые и из этой команды зеленые выбираю события players player edit через connect подключаю к нему функцию эту функцию я написал выше давайте мы ее теперь рассмотрим join any hunter вот она очень простая просто печатаем когда кто-то подключился в эту функцию передается во первых ссылка на игрока у игрока мы можем получить ну который в эту команду поступил у игрока мы можем получить его имя мультиплеер точка на им и вообще много чего мы его цвет можем получить и так далее давайте-ка я это закомментирую чтобы это нас не смущало по очереди по очереди итак эта функция что будет делать когда мы присоединяемся в какую-нибудь команду появится надпись присоединился команде охотников так давайте это окошко output я его перетащу куда-нибудь вниз здесь окей все нормально галочка стоит lock mode простой режим отображения нам он и нужен так и печатаю еще и так печатаю имя игрока через две точки приклеиваю две точки они склеивают текст текст присоединился к команде охотников и дальше я решил все-таки добавить чтобы знать какой команде охотников мы присоединились в игроке у нас есть не только имя но если ваш игрок уже состоит в команде точно состоит в нем есть вот так такое поле свойства команда а в этом свойстве команды есть имя можно даже посмотреть смотрите вот в эксплорере выбираем команду и смотрим ее свойства виде какие свойства есть у нас внутри команды прошлом уроке я вам говорил есть имя у команды точка name и есть ее цвет team color мы этим цветом еще воспользуемся давайте теперь запустим нашу игру и посмотрим ничего у нас не печатается точнее на эту строчку не смотрим это какой-то у меня скрипт был давайте я наступаю на зеленый написано мой персонаж мой игрок подключился к команде охотников гринс если я наступлю на желтый той то у меня вот что еще вывелось интересно roblox вышел из команды а тут ошибка тут неправильно ладно давайте теперь посмотрим что за вышел из команды про подключился к команде вы поняли вот у нас есть функция я ее с помощью вот этих событий имя команды teams точка имя команды player edit события с помощью коннекта подключаю запуск вот этой функции ну кстати смотрите последняя строчка отличается я там не join hunters а сделал join zombie team подключить к зомби так что все то же самое просто функция зомби она будет немножко отличаться там был не написалось стал зомби так дальше смотрим дальше я написал одну функцию которая работает и на всех и на зомби и на охотников назвал ее не важно как я назвал любое имя здесь может быть главное вы его здесь должны повторить я здесь пользуюсь уже событием player removed это когда player покидает команду например он у него вылетела игра или кончился интернет или он перешел в другую команду это событие все равно сработает если вы переходите из желтой команды в красную это событие все равно сработает перед тем как сработает событие вот это вот это player edit это очень удобно например можно у него забрать например он играл в команде а на всю команду у вас всего пять каких-то гранатометов и вот из вашей команды зеленых уходит человек у которого есть этот гранатомет извините с какой стати он этот гранатомет вашей зеленой команде отнесет в желтую вы должны в той функции где он выходит проверить есть у него гранатомет или нет и отобрать ну к примеру и так player removed когда он вышел из команды и присоединяюсь вот к этой функции точно также сюда передают параметр первый игрок я пишу его имя вышел из команды а здесь я писал цвет его команды но вы знаете что к сожалению уже цвет старой команды узнать нельзя здесь уже мне в этой переменной хранится цвет новой команды в котором перешел лучше я вот так так безопаснее и правильнее просто вышел из команды так ну давайте еще раз запустим посмотрим и во-первых встанем еще зомби на зеленую зеленым стал желтым видно вышел из команды отлично сработало опять вышел из capability стал зеленым вышел из команды стал красным вышел команды стал черным так ну и давайте где у меня тут зомби Стал зомби Опять вышел из команды Как вы увидели Теперь вы видите Я опять перестал быть зомби Потому что я коснулся зеленого Спаун локейшн Вот поэтому в таких играх серьезных И не нужно без скриптов ничего оставлять Мы потом все это перепишем Добавим скриптики Придумайте в комментариях Что уже можно сделать Имея команды Имея вот такие функции Которые срабатывают на подключение К одной команде или к другой Ну и давайте теперь Все таки сделаем то что я Раскомментирую то что я закомментировал А именно я хотел что когда человек Подключается в команду охотников Чтобы его тело раскрасили Бади Торса Грудь человека Чтобы ее раскрасили в цвет команды Просто добавляем Одну команду Нам передают в параметре уже игрока А вы знаете что внутри игрока Содержится персонаж Тот человечек который бегает По полю Так как этот скрипт у нас Не локальный скрипт А он находится вот здесь Видите в серверных Так что когда мы раскрасим Нашего персонажа То все остальные игроки В игре увидят что он Стал того цвета какой нужно Никаких ремонт ивент Ремонт фанкшн Не надо использовать Никаких сложностей Видите все просто А как раскрасить Дело в том что у нашего игрока Очень много разных цветов Внутри Если вы сейчас его запустите Игру Ну давайте я запущу Все таки вам это может помочь Иногда Даже если вам лень посмотреть На сайт роблокса Где все это написано Можно запустить игру В роблокс суде Найти своего персонажа Открыть И посмотреть И посмотреть Боди колорс Вот он у нас находится Давайте посмотрим Что у нас за боди колорс Внутри боди колорс Видите через пробел Через пробел написано Это название Боди пробел колорс Именно из-за этого Я пишу вот так Боди колорс В квадратных скобках Если пробела бы не было Я бы вот так сделал Точка Боди колорс Точка Вот так Например вот так И все бы сработало Но извините Если у вас в каком-то свойстве Есть пробел То увидите Сразу ошибка Появляется Поэтому К сожалению Ну или не к сожалению Поэтому по правилам Нужно делать вот так И никак мы изменить Этот боди колорс Не можем Это уже встроено в роблокс Это создатели Давным-давно это сделали Итак Свойства Я хочу посмотреть Какие цвета есть Боди колорс Нашли Свойства И смотрим У нас есть Хэд колор Хэд колор B А извините Хэд колор 3 Ну вы знаете Хэд колор Это как бы Брик колор Здесь выбирается Уже из заданных Цветов Вот мы можем выбрать Вот Но Можно выбрать И любой Просто задав RGB Вообще Совершенно любой Ну у меня куча уроков Про этот цвет Я думаю Все это прекрасно знаете Смотрим что есть Левая рука Левая Нога Правая рука Правая нога Торс Вот Торс или грудь Человека Вот и все В принципе И мы сейчас Должны ему Торс Покрасить Каким-то цветом Окей Останавливаю Делаю наш скрипт Это ссылка На торс Кстати Раз торс У нас написан Без пробела Внутри Давайте я вот так Напишу Они вот так Например Нравится Я в этот Цвет торса Занесу В игроке У нас Есть не только Имя Но если он Находится в команде У него есть Team А в Team Есть TeamColor Я просто беру Цвет Из цвета Его команды И заношу В цвет Его торса Все Одна строчка И она уже Его покрасит В цвет команды Ну а с зомби Немножко по-другому В зомби Я получаю Цвет его команды В переменной Чтобы здесь Не писать Очень длинно И меняю Сразу Голову Руки И ноги А торс Рубашку Я не перекрашиваю Почему Давайте посмотрим В принципе Урок этот Уже Можно сказать Что подошел К концу Коротенький Простой Итак Стали зеленым Стали желтым Давайте Станем зомби Видите В зомби Как интересно Футболка У нас осталась Та же Но мы стали Зомби Поэтому У нас все Части тела И если бы Шорты были То тоже Было бы видно Что ноги Стали Темно-зеленые Если мы Можем зомби Опять сделать Членом Какой-нибудь Красной команды Но извините Цвет кожи У вас Как остался Так и будет В принципе Игру Мы эту Будем дальше Разбирать Я думаю Что не надо Чтобы зомби Смог Снова становиться Человеком Как-то Это нечестно Такое наверное Редко бывает Даже в книжках Ну что Домашнее задание Просто подумать Просто подумайте Что можно сделать С этими функциями Присоединился К команде И вышел из команды Как можно считать Количество людей В команде Как можно считать Какое-то количество Очков Или что-то в этом роде Подумайте На следующем занятии Мы должны Будем В общем Вы сами увидите Что будет На следующем занятии Продолжение следует...